Меры по предотвращению коронавирусной инфекции, введенные в Прикаме, называют одними из самых жестких среди российских регионов. Сегодня стало утром известно о том, что в Кирганском крае скончался еще один мужчина с подтвержденным диагнозом коронавирус. Это уже третья смерть в Прикаме от COVID-19. Но справедливости ради стоит заметить, что у мужчины были еще иные заболевания хронического характера. На данный момент в Прикаме 6 человек выздоровели, у 32 подтвержден диагноз коронавирус. 23 из них проходят лечение в стационарах. Порядка 2500 людей остаются под наблюдением врачей. Я просто напоминаю, в разрезе этих цифр хочется понять, есть ли основания для того, чтобы в Прикаме был введен еще более строгий режим. Но режим повышенной готовности уже действует. Следовательно, речь идет о режиме чрезвычайной ситуации. Собственно, есть федеральный закон, в котором все это прописано. Давайте будем разбираться вместе с нашими спикерами. На видеосвязи с нами Алексей Дударев, председатель Совета общественной организации «Российский союз спасателей». Алексей Германович, приветствую вас и традиционно спасибо вам за вашу ответственность. Давайте разбираться, как я уже сказал. Есть ли, на ваш взгляд, с точки зрения норм федерального закона номер 68 ФЗ о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на сегодняшний день основания для ужесточения мер, санкций, иных мер, на ваш взгляд? Ну, вот я скажу следующее, что в Пермском крае создана и работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая как раз состоит из всех специалистов, всех уровней, которые как раз необходимы для того, чтобы определить, есть у нас необходимость введения чрезвычайных ситуаций или нет. 14 марта 2020 года для органов управления и сил территориальной системы РСЧС Кемского края введен режим функционирования постоянной готовности. Это значит, что все силы и средства системы РСЧС, это единая система реагирования на чрезвычайные ситуации, находятся в постоянной повышенной готовности. Это значит, утверждаются все планы, мероприятия, действия по локализации, ликвидации возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. То есть это режим, который предшествует тому, чтобы не возникла, будем так говорить, чрезвычайная ситуация, и если вдруг она действительно будет признана и возникнет, то все силы и средства целенаправленно работают на ее подавление и ликвидацию последствий. Если сегодня нормы, которые позволяют вводить режим чрезвычайной ситуации, эти нормы дает уже не Министерство МЧС, а так как это все-таки ситуация, связанная с распространением инфекции, то эти нормы уже должны закрепляться в Роспотребнадзоре и Минздраве. И они уже должны говорить комиссии, что достигнут у нас какой-то предел определенных критерий для объявления чрезвычайной ситуации и вот такой тревоги или нет. Но это все рассматривается на комиссии под чрезвычайной ситуацией. Я думаю, что объективно к этому вопросу относятся, и сегодня пока нет таких особых позывов и оснований для того, чтобы объявить именно чрезвычайную ситуацию. Но та история с карантином, связанной которой я сегодня введен, да, меры по ограничению, они принимаются как раз в рамках повышенной готовности. И я скажу следующее, что у нас 2 апреля 2020 года, значит, постановление Российской Федерации номер 417, принято правило поведения обязательного для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. И вот эти правила, как бы, уже надо исполнять. Режим у нас объявлен, то есть правило поведения граждан при объявлении режима повышенной готовности. Позвольте, у нас объявлен режим самоизоляции. То есть, ну, не мне судить, я не юрист, да, что может ли вот это вот слово, там, самоизоляция, трактоваться как именно термин юридический, да? Ну, то есть, слово карантин-то, оно же не произносится. Ну, во-первых, как бы, насколько я на сегодняшний день понимаю, это мое уже личное мнение, да, будем так говорить, карантин объявляется для лиц, которые заболели, либо, значит, подозрение на заболевание, да. Вот, а остальные люди выполняют меры, которые прописаны при введении режима повышенной готовности на территории. То есть, если этот режим введен, какие меры там прописаны, вы ссылаетесь на документы, что там говорится? Там как раз прописаны, значит, это самое, и для, значит, ну, это документ на четырех страницах, да, то есть, это самое, который обязывает и предприятия, значит, организации выполнять определенные требования, и граждане выполнять определенные требования, которые устанавливают, а эти требования устанавливают как раз органы, которые отвечают за этот вопрос. А органы, которые отвечают за этот вопрос, это как раз Роспотребнадзор, там, Минздрав, который, в чем введении находится как раз вопрос борьбы с инфекциями. На ваш взгляд, наверное, последний вопрос нашей беседы, есть ли предпосылки к тому, что со стороны вот вышеназванных ведомств все-таки будет инициатива об ужесточении мер? Ну, понятно, что, опять же, субъективно. Это субъективное мнение, субъективное мнение, но я вот свое личное мнение скажу, что, да, действительно, ужесточение мер определенное необходимо, я не имею в виду введение режима ЧС, но определенное введение мер необходимо, потому что, ну, к сожалению, вчера я выезжал на работу, потому что у меня ребята, дежуря в клубношительном режиме, входят в систему СЧС, и мне необходимо было оформить определенные документы для их выезда на объекты, которые мы обслуживаем, для того, чтобы контролировать вопрос как раз предотвращения возникновения членов ситуации на опасных производственных объектах. И вот на Соликамском траке я попал в пробку. И вот это вопрос опять к тому, что соблюдается этот режим, не соблюдается. И меня ни разу, ни один пост не проверил за дорогу туда и по дороге обратно, имею ли я право перебегаться, не имею право перебегаться. И точно так же заходил в аптеку, ну, то есть довольно-таки приличное количество народу. Вроде как кажется, что на улице нет никого, но вот именно в таких местах, как сказать, скопление людей происходит. Ну, действительно, сегодня показал, что граждане как-то несколько свободнее, что ли, стали относиться к введенным ограничениям. Как минимум, опять же, субъективно на улицах стало больше народу и больше автомобилей. Спасибо большое, Алексей Дударев, на видеосвязи с нами, председатель Совета общественной организации «Российский союз спасателей». Спасибо. Итак, еще одно мнение о том, что происходит сегодня в Пермском крае. На видеосвязи с нашей студией Ирина Викторовна Фельдблюм, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государства медицинского университета. Имени Вагнера, профессора, доктора медицинских наук. Ирина Викторовна, рад вас видеть. Ну, самый главный вопрос, как здоровье? Пока, спасибо, хорошо, все отлично. Смотрите, сегодня утром Минздрав свежие данные предоставил. Три погибших в результате в Пермском крае от коронавирусной инфекции. У 32-х подтвержден диагноз коронавирус, 23 из них проходят лечение в стационарах. Вот все вот это вот, как можно характеризовать? Это всплеск заболеваемости, это эпидемия, это пандемия, как говорит ВОЗ, или что это? Как это назвать? Вы назвали сейчас критерии оценки распространения инфекции на территории. В условиях пандемии оценивать по этим критериям ситуацию в регионе, я думаю, что не совсем корректно будет. В принципе, у нас идет развитие эпидемического процесса аналогично с другими территориями. Заболеваемость развивается, в общем-то, я бы отметила, что по благоприятному сценарию. Так что поводов для паники сегодня нет. Смотрите еще раз, да, опять же, уважаемые господа спасатели, в частности, вот наш предыдущий спикер говорил, что решение об ужесточении мер, возможных там, то есть сейчас, если регион в режиме повышенной готовности, то есть следующая стадия, это уже режим ЧАЭС. Так вот, решение об этом принимает некий совет на уровне края, в который, в числе прочих, входят представители Роспотребнадзора, Минздрава, ну, собственно, медики. Вот, ну, вот в этой связи и хочу вас спросить, требуется ли, на ваш взгляд, исходя из той статистики, что я озвучил, некое ужесточение мер? Или нам, как вы сказали, уже удалось вот этот пик, возможный, там несколько растянуть по времени? Соответствующая эпидемическая ситуация, которая у нас сегодня в регионе есть, я считаю, что она не требует введения чрезвычайной ситуации, не требует введения карантинных мер, те режимно-ограничительные мероприятия, которые сегодня проводятся, они вполне достаточны. Самое главное сейчас, это наша самодисциплина, самосознательность, что мы не только себя предупреждаем вот этой самоизоляцией, предупреждаем не только инфицирование себя, но самое главное, мы должны ответственность нести из-за тех, кто рядом с нами. Поэтому это вполне достаточно. Ну смотрите, вот слово карантин, оно несет вполне себе смысл, да, определенный, когда там какие-то действия прямо запрещены. А слово самоизоляция, оно вроде бы как не имеет под собой каких-то юридических оснований. Вы совершенно правы. Карантин это карантинные мероприятия, или как мы говорим, режимные мероприятия. А сегодня мы вышли на изоляционно-ограничительные мероприятия, и я считаю, что этих мероприятий сегодня вполне достаточно. Спасибо вам за ваш емкий ответ. Еще один вопрос, наверное, финальный, но который в силу своей профессии просто не могу не задать. На ваш взгляд, когда, на какой срок, на какие даты придется пик эпидемии в Пермском крае? Некий прогноз от специалиста, от вас. Дело в том, что вообще прогноз это дело, так сказать, неблагодарное. Я прекрасно вас понимаю. Да, процесс распространения любой инфекции, это процесс многофакторный, мультидисциплинарный, и поэтому прогнозировать его очень сложно. Но тем не менее, вот ориентируешься на те закономерности, которые в других странах, ход развития показал и в нашей стране, используя математические модели, мы сегодня можем сказать, что где-то, наверное, до 20 числа, до 20 апреля мы будем еще расти по заболеваемости, и потом выйдем на плату и начнем тихонечко снижаться. При этом мы должны понимать, что вот те случаи, которые сегодня зарегистрированы, на самом деле число больных, даже не больных, я бы сказала, число инфицированных, значительно выше. Потому что в структуре, как бы вот всей этой инфекционной патологии, 80% это лица со стертыми формами и носителей, которых мы сегодня не выявляем. То есть вот эти домыслы, слухи, мнения, которые звучат на кухнях, в социальных сетях, о том, что большая часть-то уже переболела по факту, оно имеет под собой основания? Оно имеет под собой основания, потому что механизм у нас воздушно-капельный, механизм чрезвычайно активный. Просто те лица, которые способны противостоять этому вирусу, они либо переболевают инфекцией стертой формы, либо просто являются носителями. И это все работает на нас, потому что этим самым мы проэпидемичиваемся, становимся иммунными, и эпидемия, так сказать, уходит на спад. Поэтому вот в условиях сегодняшнего дня я считаю, что мы должны решить три задачи. Это первое – предупредить летальный исход, это определит тот ресурс здравоохранения, который у нас сегодня есть. Это подготовка медицинских работников, которая сегодня проводится достаточно хорошо, то есть кадровый потенциал, и своевременное обращение за медицинской помощью. Вторая задача – это предупредить распространение по территории. Это как раз те режимно-ограничительные мероприятия, о которых мы с вами говорили. Ну и здесь еще, наверное, тестирование на коронавирусную инфекцию, чтобы, может, нам выявить те стертые формы носителей и провести противоэпидемические мероприятия. И третья задача, чрезвычайно важная – это обеспечить защиту медицинских работников, потому что, чтобы сохранить тот потенциал, от которого зависит, в общем-то, летальность, смертность, тяжелые органические формы. Вот это три задачи, которые мы должны решить. Ирина Викторовна, вам спасибо большое, во-первых, за отзывчивость, а во-вторых, за то, что вы внесли толику оптимизма во всю эту обстановку, которая царит в нашем обществе. Потому что дети по домам лезут на стенки, их родители, соответственно, тоже. Сейчас с вашей помощью мы хотя бы примерные границы этой самоизоляции увидели. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.